здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас шестнадцатом уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и в этой серии уроков мы начинаем уже разбирать внутренние настройки нашего шаблона те которые мы еще не затронули итак переходим в админку сайта переходим в наш шаблон и начнем изучать вкладки сверху давайте переходим на вкладку стиль и давайте пройдемся здесь по порядку первый наш параметр это активируйте custom.kss файл если наводим здесь кратко написано что это такое если мы посмотрим документацию данного шаблона здесь из текста если я правильно понял это полезная вещь ее нужно активировать и все наши изменения будут сохранены то есть чтобы мы в шаблон не делали там меняли шрифты и так далее любые изменения которые мы внесли при включенном файле вот этом кустом . ксс все изменения сохранятся если мы например потом обновим шаблон когда выйдет новая версия шаблона так что вы включаете данный параметр дальше стиль по умолчанию вот смотрите мы подошли к так называемому стилю вот сейчас у меня видите все такое голубоватого цвета меню видно голубого цвета кнопки голубого цвета и так далее то есть здесь вот в этом параметры вы можете выбрать общую цветовую схему давайте посмотрим я выбрал первый вариант и сохранить обновляем страницу и вот пожалуйста у нас теперь красный вариант красные кнопки красные рамки иконки и так далее в общем здесь вы определяете также если вы не знаете название смотрите как только мы здесь меняем какой-то стиль у нас вот здесь тут же появляется цвет ссылки то есть видно по маленькой иконочки что мы выбрали зеленый давайте сохраним и посмотрим действительно у нас теперь все зеленое замечательно смотрите из предложенного списка если вам нету нужного цвета то вы можете кликнуть прямо по этой иконочке всплывает палитра и зажатой мышкой выбрать можете любой цвет здесь играете оттенком здесь играете вот этим кругляшком например такой ярко-фиолетовый смотрите мы сохраняемся и у нас получается вот такой насыщенный яркий фиолетовый цвет смотрите просто обалденно кнопочка рамочки смотрите как красиво то есть практически можно взять любой оттенок чтобы общая цветовая гамма нашего шаблона изменилась под тот оттенок который нам нужен абсолютно все видите ссылки и все все меняется замечательно так с этим блоком мы все и чуть ниже у нас пошли с вами стили в данном шаблоне предоставляются значит три варианта каких стилей можно использовать первый идет это общий размер по умолчанию 14 пикселей то есть можно увеличить размер всех букв на странице дальше идет семейство шрифтов по умолчанию использовать элементы метки шрифты коррекции здесь у нас положение есть так и нужно оставлять и вот эта опция смотрите тип элемента тег коррекция здесь вы выбираете значит какие шрифты можно использовать и ксс это внутренние значит заготовленные обычные шрифты значит на сайте потом google фонс и фонд фэйскит я с ними работал вот я работал с google фонд и обычные шрифты то есть здесь нужно сразу определиться смотрите если мы берем ксс то вот это поле google семейство шрифтов у нас становится неактивно соответственно вот этот третий вариант фэйскит здесь вот он он тоже не активен если мы здесь выбрали ксс то мы вот здесь выше где написано лото из выпадающего списка кликаем значит по названию стиля то есть шрифта и у нас на контент кнопки везде где есть текст значит здесь заголовки текст в это body название это все изменится под тот стиль который вы выбрали то есть можно просто методом тыка смотреть и как лучше вам нравится какие буквы также внизу отмечены так называемые селекторы здесь уже все правильно прописано здесь идут заголовки h1 h2 h3 до шестого title модуль из title page title и body страницы да то есть для для чего используются шрифты то есть меняются текст абсолютно везде за счет вот этих вот селекторов а также индивидуально здесь конечно можно экспериментировать например вы изменили шрифт для абсолютно всего сайта для любого текста на сайте но вам нужно например какие-то заголовки чтобы им не присваивался стиль который вы выбрали для всего сайта например заголовка h3 свойственно заголовок заголовком модулей модульных позиций то есть смотрите вот модульная позиция заголовок обо мне например вот вам не нужно здесь чтобы у всех заголовках модулей применялся выбранный вами новый шрифт соответственно отсюда от селектора вы можете просто удалить и чтобы у вас было вот h2 1 , h4 то есть идет перечисление смотрите чтобы вас не осталось тут две запятых также можно убрать например ну то есть все что угодно здесь можно удалить если вам где-то не нужно применить шрифты но здесь все установлено правильно я считаю что шрифт должен меняться абсолютно на всем сайте и мы с вами поговорим именно о google фонс то есть пар я вам покажу как применять шрифты от google то есть вот здесь вот где тип элемента тега коррекции мы выбираем google фонс и у нас становится активно вот это значит поле для изменения шрифта и соответственно селекторы здесь также на на это все влияет то есть здесь тоже можно будет управлять для google шрифтов и так смотрите как нам определить шрифт вот например если мы с вами выбрали шрифт который здесь встроенный вот например георгия да я вот не знаю как например внешне он выглядит нам пришлось бы здесь вот кликать выбирать и смотреть как отображается что касается google шрифтов здесь гораздо все проще там наглядно можно видеть как выглядят буквы как как они расположены какой у них там наклон жирность там курсив и так далее и давайте с вами приступим смотрите переходите вот на этот адрес google slash фонс вот в общем вот этот адрес запоминайте или пишите как у меня либо в google поиске напишите шрифты от google или что-то в этом духе в общем вам нужно перейти вот на такую страницу где мы сейчас выберем на нам подходящий для нас шрифт первое что здесь нужно сделать когда вы открыли эту страницу смотреть это в левой части вот здесь такой список вам обязательно нужно выбрать слово кирилли и вас здесь обновится страница и будут в здесь списке отображаться только кириллические шрифты то есть смотрите большинство шрифтов я бы сказал даже большая часть который предоставляет google фонд она не поддержит русские буквы то есть вы просто не увидите никаких изменений и нам приходится выбирать из из-за списка который представлен здесь при раскладе что мы выбрали кириллик то есть тут в принципе довольно скудный запас но есть интересные вариации шрифтов вы просто смотрите вот на эти заголовки а то есть это как выглядит данный шрифт так дальше идет его здесь вот смотрите open sans название сейчас я вам покажу как применить это в нашем шаблоне смотрите вы просто смотрите также можно кликнуть в по данные названия увидеть какие есть вариации тут вот написано normal 400 italic то есть выглядит так то есть шрифт один а вариации у него видите может быть несколько вы смотрите какой шрифт вам нравится можно сделать все курсивом например или все тонким шрифтом мне лично понравился шрифт смотрите вот такой вот небрежный как будто знаете не оттесанный вот 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 этот вот шрифт он мне очень понравился и давайте принципе его реализуем смотрите что нам нужно значит вот он в рамочке идет данный шрифт например вам он нравится что мы делать смотрите мы копируем вот это вот название то что здесь написано таким жирным черным шрифтом вот вот это до запятой то есть видите у других шрифтов вот другие названия идут вот тоже шрифты в общем вы вот так аккуратно копируйте прямо отсюда переходим значит обратном в админку и удаляйте тут это слово лапу не удаляет двоеточие и ставим это слово мы уже в принципе подключили данный шрифт и тут также идут вот такие вот параметры тоже по умолчанию здесь все нормально стоит здесь мы ничего не удаляем давайте вернемся в google font посмотрите можно кликнуть вот по этой стрелке напротив данного google font и посмотреть какие какие у него есть значит вариации у него тут больше ничего нет только есть одном у нормал 400 давайте пока сохраним так как есть значит выбрали google font здесь есть и здесь вот так вот выбрали лату и поставили вот это название двоеточие сохранили нажимаем сохранить и смотрим как сейчас у нас весь шрифт изменится на вот такие небрежные буквы и вот смотрите а если вы здесь не видите вот например заголовок уже видно вот здесь вот видите как он обо мне вот подробнее видите как все в общем здесь я проверял все меняется вот вот это все меняется то есть как конкретно отключить у каких-то например модульных заголовков я вам это уже объяснил то есть вы просто смотрите какой шрифт вам нравится в google font и используете его например смотрите другой какой-то за один стиль например вот этот вот open sans condense and это довольно-таки распространенный такой стиль в лендинг с шаблонах люди когда делают продающие своей странице а вот часто вижу такие тоненькие вытянутые буквы тут видно что есть три стиля заходим внутрь и вот эти видите light 300 light 300 italic это наклон и тут сразу показан напротив данного атрибута как выглядит меняется буквы болт жирный до 700 если вы выбрали какой-то стиль который вам понравился имеющего такие несколько атрибутов они один как в первом случае вот эти параметры соответственно здесь смотрите здесь есть 300 300 700 соответственно менять именно на те здесь то есть ли 200 поставить например он вообще может отключиться то есть он не буду работать есть просто вот я не знаю методом тыка я просто проверяю меняют эти значения а вообще стоят стоит здесь все так нормально ну то есть это нужно вот для редактирования вот эти цифры здесь смотрите болт жирный до 700 в общем смотрите меняете какие-то значения и смотрите как меняется текст у вас потом на главной странице здесь вот в принципе ничего сложного нет я вам настоятельно рекомендую работать именно вот с google шрифтами во первых сразу визуально вы можете определить глядя вот на эти демо значит да как выглядят буковки сразу смотрите видите какие есть красивые да и такой же вариант смотрите если вы его здесь вот все поменяли как вам нужно здесь настройки все подвигали поменяли цифры как надо у вас текст изменился но не настолько чтобы удовлетворить ваше желание да то здесь не забываем что вот здесь вот например если буковки маленькие можно увеличить а шрифт на всем сайте или уменьшить управляя вот этими данными смотрите вот запоминаем значит вот как выглядит вот этот контент это у нас body видно что здесь применился действительно стиль буковки такие неровные неровные рублены смотрите вы удаляете например body не хотите чтоб там отображался удаляете вместе с запятой то есть у последнего значения здесь запятую надо все я сейчас сказал системе не применять данный шрифт для контента который находится у нас в body сохранить запоминаем еще раз как выглядит значит вот в этой области шрифт знаете я обновляю страницу и и видно что у нас здесь шрифт стал выглядеть по умолчанию буковки ровные не применяется данный шрифт обратите внимание заголовок имеет данный шрифт да то есть мы действительно убрали именно body а также в body находится данная кнопка и а у нас здесь тоже шрифт отменен видите заголовок имеет шрифт здесь тоже имеет шрифт школа федора васильева видите шрифт исчез то есть исчезли там где у нас а в body находится контент вот тоже body видно и у нас здесь шрифты вернулись как были раньше да вот здесь тоже а видно значит заголовки здесь значит не в body находится раз у них шрифт не изменился в общем вот таким образом да вы уже тоже поняли как работать с электром я возвращаю назад сохраняю давайте посмотрим обновляю страницу и шрифт вернулся к нам в body надеюсь этот урок для вас был полезен и сама тема шрифтов вот этих стилей вам было понятно просто здесь выбираете еще раз повторяюсь как визуально смотрите какой вам нравится здесь шрифт можете например все курсивом и просто копируете вот это название и вставляем его вот здесь до двоеточие до сохраняя двоеточие после применения шрифта обязательно везде обратите внимание как что где выглядит шрифты могут быть большие и например вот здесь вот на кнопке на ваших кнопках может не умещаться там нужно будет либо играть вот с этими параметрами уменьшать прибавлять там цифры да обязательно посмотрев какие здесь стайлы стиле есть у вашего шрифта который вы выбрали и если не поможет где то наверное придется отключить если вам этот шрифт очень сильно нужен он вам подходит для контента но например у этого шрифта вылазит буквы за края кнопки то есть можно будет отключить эти заголовки то есть на кнопках шрифт применяться не будет это управляется уже вот здесь в селекторах на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем